Добрый день! Сегодня я хочу вам показать абсолютно новый 2015 года выпуска костюм финнов сделали его в Финляндии почему он меня заинтересовал я единственный костюм хорошего качества встретил непосредственно поплавок обычно мы поплавками называем, всем нам привычные сандриджи, норфины сеофоксы поплавок почему? потому что в этом костюме, упав под лед вы будете плавать в плавающем состоянии но люди, которые их не носили с опаской поглядывают либо с завистью на тех, кто их носит хочу показать несколько нюансов наших старых поплавков значит из чего он сделан это как правило жесткая непромокаемая ткань многие ее называют мембраной и внутри вставка из спиненного материала точно не знаю скорее всего спиненный полиэтилен либо неопрен как таковой да, он согревает но основные функции этого костюма согрева этого костюма это то, что он просто не продувается если этот костюм будет чуть свободен вам вы в нем будете замерзать при движении вам будет в нем жарко как только вы остановились в статике то есть расслабились через 15-20 минут вы начинаете замерзать почему? потому что неопрен не сплошной вот здесь вот я прощупываю руками одна часть вставки вторая часть вставки между ними обыкновенный материал голый не утеплитель ничего здесь нет поэтому те, кто такие костюмы еще присматривает но не покупает вы должны это иметь ввиду это очень хороший известный костюм но надо понимать этот костюм был придуман для судовой рыбалки для моряков которые на судах ловят рыбу им там их выдают специализированно он возможно не очень удобен он довольно-таки широкий нижняя часть штанин вообще абсолютно тонкая ничем не утеплена то есть как таковой самостоятельным костюм для нашей рыбалки на льду он не подходит и перейдем почему же я обратил внимание на этот костюм это 100% вещь сделали рыболовы которые много проводят временно на льду я это понял по многим-многим нюансам ну и давайте вот по самому костюму ну внешне элегантен средней длины даже чуть выше средней длины очень удобен в движении будет сзади небольшое удлинение чтобы не задувало капюшон ровной формы жесткой держит то есть мы всегда любим спиной сесть к ветру даже бывает с расстегнутым костюмом он у нас хорошо держится на голове и нас закрывает полностью то есть капюшон отлично сделан дальше переходим к разнообразным нюансам что я увидел сразу на плечах и мне очень понравилось небольшой погончик пришит если на ощупь вы его потрогаете увидите здесь несколько полосок резинки проклеенной то есть если вы на плечо одеваете ящик рыболовный либо ледобур у вас ремень не будет сползать его не нужно будет постоянно поправлять и держать он будет держаться за счет вот этого плечика маленький нюанс незаметный но очень функциональный очень мне это дело понравилось второй момент что я увидел резинки они затягиваются натяжение регулируется как правило поплавок покупаем на случай если мы провалимся но когда мы проваливаемся у нас стоит задача выбраться на лед и как правило спасалочки у нас редко у кого на шее где-то они как правило либо в ящике либо в кармане там их достать невозможно в этот момент когда нужно вылазить поэтому здесь специально есть место для спасалок потом они подтягиваются они не вылетают не мешают ну я вот на скорую руку их здесь пропустил можно пропустить здесь где угодно вот выдвигаетесь они никак не сковывают вам движение то есть отлично дальше что расстегиваем костюм оп и видим вторая манжета манишка то есть она нас спасет если мы провалились под лед тут же всплыли за счет плавающих свойств полностью костюма мы не промокаем 15-20 секунд у нас есть вода никуда не заберется за это время мы спокойно вылазим с помощью спасалок на лед все вы идете дальше на рыбалку вы не бежите на берег с вами голову сушиться вы абсолютно сухой то есть дополнительная вставка нас спасает от попадания воды вовнутрь простегиваем что мы наблюдаем дополнительная страховка юбочка юбка сделана очень грамотно нижняя часть резинки прорезинена то есть когда она застегнута она плотно прилегает к костюму опять же вода быстро в нее попадать не будет она отрезает попадание в воды следующее здесь мы видим ремни очень удобные пристегиваются не мешают и один ремень сзади так же можете их одевать можете не одевать но соответственно для чего они при попадании вертикально в воду у вас костюм не будет подниматься как кожух он будет именно вас держать то есть как спасжили в вертикальном состоянии вы выигрыши 100% дальше что я неужедно увидел в этом костюме не видим никакого утеплителя мы видим просто материал скользкий все здесь мы с вами видим настоящий современный подкладочный материал энергосберегающий и дышащий почему он такой блестящий тонкие-тонкие алюминиевые точки на материале между ними материал который идеально быстро дышит забирает от вас влагу то есть при движении эта подкладка моментально заберет влагу и перездаст дальше дальше внутри тоже вспененный полиэтилен который именно плавающие средства имеют плюс теплоизолятор очень хороший но он не голый здесь я чувствую на ощупь есть еще грамм 100-150 наверное на квадратный метр современного утеплителя синтепуха это теплый рыболовный костюм до минус 30 я думаю в нем будет реально комфортно хотя если посмотреть у финнов скорее всего заявлено минус 40 потому что они очень грамотно одеваются обычно снизу второй и третий слой белья вот такие интересные вещи что дальше очень многим не нравится болтается когда расстегнут в состоянии болтается вот эта вот юбочка пожалуйста все продумано до мелочей вы ее пристегнули она у нас не болтается вы хотите идти расстегнутым чтобы костюм дышал вам жарко но он так вот летает вы его берете скрепляете вы расстегнуты но костюм опять не болтается то есть такое количество мелких нюансов поражает просто человек ну с душой сделал костюм для себя дальше мы видим карманы все карманы не только закрыты накладочкой но и сами карманы непромокаемые непротекаемые то есть если даже тут будет лежать телефон вы окунулись вылезли он 100% останется сухим ну внутренние карманы обязательно здесь их два на всякий пожарный дальше на чем нужно остановиться здесь такое количество приятных вилочей о которых невозможно не говорить как сделаны карманы очень легко замерзшими руками схватили за клапанок вот торчит здесь открыли карман не заподлицо с клапаном а чуть вырезан для нас с вами чтобы легко рука мимо не попадала легко замерзшая рука попала в кармаш на накладные карманы сделаны и на штанах также очень удобное решение обязательно регулировка по поясу это поплавок он должен держать тепло не должно попадать в воду все дальше переходим в комбинезон комбинезон высокий по грудь комбинезон имеет такую же подкладку и имеет утеплитель не только плавающее средство но и утепляющее средство удобные резинки на всю длину лямка на всю длину из резинки то есть понятно что она не будет тянуть и легче отрегулировать очень легкая регулировка с зажимом современных без всяких застежек отстежек замороженными руками а просто вы дернули замороженным пальцем вверх она уже у вас поползла очень удобно соответственно здесь я все рассказал что хотел вставки на коленках это уже атрибут всех рыболовных современных костюмах здесь он тоже присутствует то есть если мы стоим на колени мы должны поберечь их от травматизма будущего и так далее здесь есть вставка из неопреля кто какую любит я например родную достал и вставил себе в два раза толще потому что я очень много стою на коленках ну чтобы мелкая крошка не продавила и так далее вытаскивается для стирки там для уборки если вам она не нужна можете ее вытащить полностью с ним все делается легко на липучечке все заканчивается давай дальше опять приятная мелочь мы постоянно суем в сапог здесь сапог совать не надо черпачок у нас в специальном кармашке все отлично дальше манжетики кто-то любит штаны заправлять вовнутрь кто-то снаружи пожалуйста манжет который можно одеть снаружи ноги сапога внимание обращаю на сеточку именно благодаря этим свойствам если попадает вода она быстро вытекает вода между протоколом и вот этим материалом здесь то же самое если попадает вода она быстро вытекает по поводу дышащих свойств наружный материал ну про проплатку я уже сказал что она дышит за ней синтепух который моментально забирает от вас пар влагу соответственно тоже гигроскопичный дальше он попадает на наш вспененный полиэтилен то что нам помогает плавать здесь ему деться некуда в какие-то щели вот в эти он может пройти максимум здесь у нас с вами влагу уже от нас забрали он попадает на полиэтилен и абсолютно спокойно в каких-то движениях по систем воздухоотведения в системе воздухоотведения он попадает на внутреннюю часть наружного материала а наружный материал у нас какой это шикарная мембрана 10 тысяч пароотведения 10 тысяч непопадания влаги то есть в любой дождь вы не промокаете в любой ветер вас не продувает и он идеально пароотводит все вот что можно сказать считаю на сегодняшний день это один из самых лучших костюмов которые я только видел на вот именно рыболовных и именно поплавок для нашей ходовой рыбалки так что всем рекомендую пробуйте вам понравится до свидания